Сергей Сидоров, работник Солнечногорского ОВД, совершает стандартный обход владельцев гражданского оружия. Раз в год люди, обладающие ружьями, газовыми и травматическими пистолетами, показывают правоохранительным органам, что их опасные игрушки никуда не делись и хранятся в соответствии с законодательством. Сотрудничать с милицией оружие владельца начинает еще с момента его приобретения. Ведь одного желания пострелять недостаточно. Нужно оформить хобби легально. Охотиться люблю на птичек и животных. Прошел все положенные процедуры, собрал бумажки, справки, ну и все. На учете в Солнечногорском ОВД состоит 4103 владельца гражданского оружия. Из них 1357 завели себе газовые и травматические пистолеты, а 2746 держит охотничьи гладкоствольные ружья. Но сначала все эти люди сдали необходимые документы в милицию и только потом пошли в оружейный магазин за покупкой. Наиболее, допустим, популярные такие модели, которые из двух стволок, это ИЖ-27. У них средняя цена где-то порядка, так сказать, ну 15-16 тысяч рублей. Бесствольное оружие, это средняя цена, вот там можно посмотреть, да, где-то порядка 6-7-8 тысяч. А травматическое оружие аналога, ну боевого, так сказать, подороже, это в районе где-то, так сказать, 10-12 тысяч стоит. У меня имеется оружие. Два карабина и два гладкоствольных ружья. А с какой целью вы хотите дать? С целью охоты и естествия. Каждый владелец оружия по законодательству должен соблюдать ряд правил. Например, хранить ствол только в железном сейфе или деревянном ящике, чтобы посторонние люди не могли иметь к нему доступа. За несоблюдение законов милиционеры составляют протокол, выносят предупреждение или выписывают штраф. Такому наказанию, например, подвергся Николай Федорович Зверев. Суть данного протокола такова, что сегодня в 8 часов утра гражданина Зверева Николая Федоровича проводилась проверка условий хранения по месту жительства, которая должна проводиться каждого владельца гражданского оружия. Сегодня в 8 часов на момент проверки у гражданина Зверева Николая Федоровича сейф для хранения газового оружия присутствовал, но самого оружия в сейфе не оказалось. Порой на руках у граждан оказывается оружие неизвестного происхождения. Несколько лет назад правительство Московской области выпустило два нормативно-правовых акта, которые предусматривают сдачу незарегистрированного оружия на возмездной основе. В случае сдачи охонченного карабина – 1000 рублей за единицу. В случае сдачи взрывчатых веществ – 1500 рублей за килограмм вещества в тротиловом эквиваленте. За данную единицу газового оружия человек получает 50 рублей. В случае обнаружения любого вида оружия или боевых припасов следует немедленно обратиться в органы ОВД.